В конце 2021 года воздушные силы Украины демонстрируют небывалую активность, связанную с агрессивным поведением Кремля против нашего государства. Как свидетельствуют сообщения пресс-офицеров, в течение 22-24 декабря этого года одновременно в небе Украины свои плановые летные смены проводили сразу три бригады тактической авиации. Речь о 831-й бригаде в Миргороде, вооруженной истребителями Су-27 и прикрывающей восточные рубежи Украины, а 114-й бригаде в Ивано-Франковске, вооруженной истребителями МиГ-29 и прикрывающей небо в частности в направлении Беларуси. Ну и также, а 299-й бригаде в Кульбакино на штурмовиках Су-25, прикрывающей рубежи Украины на Черноморском направлении. Даже если сделать поправку на то, что обычно пресс-офицеры ВСУ дают сообщения о тех или иных мерах боевой подготовки с определенным лагом, на 2-3 дня все равно выходит, что в течение этой недели сразу три бригады воздушных сил произвели плановые летные смены. Если опираться на данные из открытых источников, то получается, что количество эпизодов с таким уровнем активности нашей боевой авиации в течение 2021 года можно посчитать буквально на пальцах одной руки. Например, в апреле 2021 года воздушные силы Украины провели двусторонние командно-штабные учения по отражению массированного воздушного удара противника по стратегическим объектам нашего государства. В мае и сентябре 2021 года были сообщения об одновременных и совместных полетах самолетов Су-27 из состава 39 и 831 бригад тактической авиации. И в том же сентябре 2021 года на аэродроме Кульбакина проходил летно-методический сбор, участниками которого были молодые пилоты 40-й, 831 и 39-й бригады тактической авиации воздушных сил Украины. Также следует отметить, что сообщения об активизации полетов тактической авиации воздушных сил как минимум совпадают с сообщениями о проведенных мероприятиях подготовки офицеров наземных служб воздушных сил в кризисных ситуациях. То есть, в случае воздушного удара противника в частности. Так, 21 декабря в Виннице состоялось двухдневное собрание с оперативными дежурными воздушных сил. Целью этого собрания была проверка умений оперативных дежурных воздушных сил, в частности, учитывая опыт применения сил и средств противовоздушной обороны в операции объединенных сил. Также известно, что участниками собрания в Виннице были и офицеры-разведчики воздушных сил. Во время мероприятия были тщательно рассмотрены вероятные кризисные ситуации. Осуществлен обмен опытом взаимодействия с Украэрорухом и органами управления других составляющих сил обороны. Тактическая авиация провела полеты одновременно на востоке, юге и севере нашей страны. Оперативные дежурные отработали действия при разного рода кризисных обстоятельствах. Итак, можем заключить, что воздушные силы Украины готовы к круговой обороне против агрессора России. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра.